Центральное Керченское кладбище существует с начала 19 века. Закрытие объекта прошло в феврале этого года. Мест нет, проводится только до сохранения. Поминальные дни продолжаются. Несмотря на работы по благоустройству кладбища, чисто тут не всегда. Месяцами люди складывают мусор в импровизированные свалки. Отчего стоит донести его до дороги, откуда мусор регулярно вывозят коммунальщики. Скорбящие также взяли за моду бросать ветки, пакеты и старые венки на чужие могилы. Мы не можем их вынести, потому что через могилы мы прыгать не можем, техника туда не подходит. А так, когда выносишь на территорию, на дорогу, то может и погрузчик подойти, и машина, и мы все это убираем и ввозим. Персонал старого кладбища около 15 человек. И это не только дворники, но и водители. Для сравнения, кладбище Воршинство 50 гектар, а старое городское около 95. Нагрузка на последнее колоссальная. Еще одна беда – вандализм. В последнее время начали воровать оградки на металл. Ну, милиция приезжает, бывает, ловят их. Потом под надгробные плиты, тоже там, где нету надписей, их снимают, воруют. Аллеи тщательно убраны, воду поставляют каждую пятницу. Стоит ценить труд работников и не лениться уносить за собой мусор. Уважение надо иметь не только к себе, но и к усопшим людям. Уважаемые жители города, я хотел бы попросить, когда убираете за собой могилки, ветки, там, мусор, выносили все это на проезжую часть, на дорогу, где проходит погрузчик, проходят машины, и можно это убрать. А вот так вот эти свалки, мы никак их не можем убрать. Ориентировочно на старом центральном кладбище захоронено около миллиона человек. Сергей Маренко, Сергей Тараненко, Новости дня.